Да ладно? Какие люди? Блин, как, не говори никому, пожалуйста. Ну, пойми, просто сейчас кризис. А я ещё в АФС вернулся. Доната нету, ничего нету. Ну как быть, ну блин, ищу хоть что-нибудь, какие-то пин-коды на один час. Не сыр, а куха. Будет тебе пуха. Для таких, как ты, кто долго читил, я уже новую ссылку в описании намылил. По ней проходишь, всё нужное находишь. Статку растишь и раков всех гнёшь. Ну а дальше, братишка, ты сам всё поймёшь. Оу май! Нихрена себе! Интересно, а как ты узбежку нашёл? А, КФ, это надо уметь, понимаешь? Это не просто так. Приветствую вас! Леди джентльмёны, другие подруги, с вами Бортит. Капитан Очевидность. Скорпион Эва. Warface. И мастер анекдотов Юрий Третьяков поделился с нами. Офигенным анекдотом. Анекдот такой. Муж пришёл домой и говорит жене. Ты знаешь, я купил презервативы с разными вкусами. Давай поиграем в игру. Будем выключать свет, ты будешь пробовать. Хэ, 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 шот, бэйби, you got owned. Да. Будешь пробовать? Почина, мрачина. Вот, благодарю, Нарина. Свет, выключим, ты будешь пробовать и говорить, какой вкус. Жена говорит, давай. Свет выключает. Она говорит, ммм, по-моему, это сыр с плесенью. Муж говорит. Да подожди, блин, я ещё не надевал. Ха-ха-ха-ха, да. Парня Газовис, сука, Сириус, Нагим, да, так оно и бывает. В этой игре, чего только не увидишь, она прекрасна. Ммм, та-там. И я Нагима сегодня дам. Скорпион Эва, друзья. Ммм, особый ствол. Пистолет-пулемёт, который открыл целую эпоху. Эпоху ваншотного оружия инженера. Ммм, да, именно так. До этого был только один ствол. Хэдшот. Хэдшот, деточка, да. Это был Скар-Л, но его нерфанули и сказали, что вроде как это чуть ли не ошибка. Слушай, Ебукенти, а я смотрю, Скорпион в наши дни почти так же неплох, как раньше. Ну ты знаешь, Кэп, ваншот в голову остался, Нагиб удался. Чё тут говорить? Всё, ну, о-о-о, так вот, деточка, да. Не так, чтобы мега-нагиб, конечно. Ну, извините меня, с современным топом он не сравнится. Но неплох. Если навык оттачен, то, ага, тихо, вот оно. Ага, навык есть, можно гнуть, как говорится, да. Это я и хотел сказать. Где-то здесь гал... О-о-о, ты мой сладкий, конечно. А бомба пусть там валяется, пусть там валяется. Мы не будем рисковать, не подходить. Ага, где-то есть. Я не могу понять, только вверху или снизу. В смысле? В смысле? Это разводит, да? Нет, сука, не разводит. Быстрее, 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 быстрее. А! Враг захватил, в ходе запуска. Пожилой гибон в деле. Рот закрой свой, понял? Ну, блин, ну, ребят, ну серьёзно. Ну, никто такой джигурды не ждал. Ну, как оно так получилось, я сам его хрен знаю. Ага. Отдыхать. Досадно получилось, честно. Ну, ничего не могу сказать, как бы тут не отмажешься. Я виноват, ну, блин. Ну, такая ситуация была. Бомбу забирать, высовываться? Да ну нафиг, вы чё, это слишком рискованно. Я хотел подождать, потом думал, что у меня байтят, а оказывается не байтят. Так, голубчик. Ага, давай ещё. Сука, баланс, баланс, да. Предлагаю идти сзади, тогда будет понятно, что впереди происходит. Чё? Вот от этого твоей фразы сейчас даже Кличко засмеялся, блин. Чё ты вообще несёшь, ты хотя бы головой своей думаешь? Иди сзади, чтобы было видно, что спереди. Идиот. Просто у тебя недостаточный айкил. А, и Кэп пошёл в жопу. Гениальные фразы и планы Кэпа. Тактики, тактики, опенкаповские. С фейсита. 21 лига, блин. Чё ты гонишь на меня? Да так и есть, сука. Ни хрена ты не понимаешь, понял? Ты в эту игру играешь, как человек, который играет второй день, как Максер. Эх, блин. А ведь мой план был не так уж и плох, да? Да говно твой план был, Кэп. Говно. Я думаю, какой-то звук странный, сука. Тут, оказывается, медик, девочка присела покакать. Да. Так, кустики выбрала себе и личинку откладывает. Ха-ха-ха-ха-ха. Хитрая, да. Родненький, ты тут не уснёшь? Не уснул. О-о-о. О, движуха пошла, 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 пошла. Давай, 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 давай. Ща. Да не иди туда, слышишь? Не иди, блин. Ну, я там встреть. А, тут даже и сверху оказывается. Ладно, подожди. А-а-а-а. Хетчат. Ай, хорошо. Один в один против имбы. Я знаю. Я знаю. Не имба, да. Ну, ладно. Если не имба, что надо делать, ребят? Надо коды хватать, дымами себе путь прикрывать. И тогда можно будет коды. А, подожди, не надо коды. Голубчик. Ой, ты мой хитрый какой. Хитрожопый парня. Ну, тут никто не будет спорить. Честное везение. Везение, говоришь? А я считаю, что это скилл. Но я понимаю, Кэп. У тебя не везение, это только когда ты. Почти весь матч сидишь на респе, потом заходишь кому-нибудь в спину. И в лучшем случае ты все-таки минус один, ну пусть минус два даешь. Вот это не везение. Все остальное, когда люди рискуют, выпрыгивают, это все везение. Мы понимаем. Не, ну, а ну, может, конечно, доля везения всегда есть, но... Кэп. Блин. Кто не рискует? Вот, извини меня. Вот не рискует. Ха-ха-ха-ха. Да. По-моему, это будет срата. Кэп. Мы еще повоюем. Не ссы. Пока что не в срата. Шансы есть всегда. Бойцы наши сливают в самом начале. Пацаны. Блин, на паблике все-таки люди играют, конечно, уникально. Они странно играют. Вот мы в защите. Куда вы лезете? А когда будет атака, они не будут заходить. Они будут где-то внизу тусоваться и даже не зайдут сюда вообще, чтобы коды взять. Какая-то логика непонятная. Да сука. Уже все сдохли почти. Не надо умирать, пацаны. Я не могу. Вот это как раз очень тупой план. Это как раз гениальный план. Кэп. Мне надо подлавливать противников. Я уже понял. На тиммейтов не стоит в этом. Вот в этом бою точно не стоит надеяться. Что-то у них не заладилось, мягко говоря. Они сейчас опять дохнуть будут, я чувствую. Эй, бля, откуда он тут взялся вообще? И куда наши-то смотрят? Ладно. Ладно. Паблик это вообще страна чудес. Вот что только не происходит. Так. Ага. Ага. Да. Зато он такой классный, блин, душевный. Не знаю. Все равно, паблик, как-то душа в нем есть. Расслабляешься, играешь по кайфу чисто. Ни о чем не думаешь. Сосешь помаленьку. Подъебал. Досадная, конечно, хрень происходит. На публике крысят просто жесть. Я просто не знаю. Ни на РМе там нигде, ни на мясорубке так не крысят, как здесь. Тут просто просто нечто творится. Просто за каждым углом, за каждым кирпичиком, в каждой ямке помойной сидит Кимперюга и ждет своего звездного часа. Не, собственно говоря, я тоже в какой-то степени так же делаю. Но все-таки меньше. Некоторые люди, они просто сидят всю дорогу. Они весь матч какой-то выбирают себе угол и там обитают. Все время. Пацаны, я вас очень прошу. У нас сейчас преимущество не слива... Да су... Ядрить колотить, сука! Все померли! В одну секунду! Вы что, шутите что ли? Кто так играет? Ладно. Так, сейчас главное... Ага, вот он. Давай-давай-давай-давай. Мы проиграли. Нашу команду уничтожили. Ебаный кистош. Ебаный кистош. Ебаный кистош. Ебаный кистош. Ебаный кистош. Нагнут. Да, не спорю. Ладно, ну что, ну так получилось, пацаны. Ну блин, ну согласитесь, Скорпион себя проявал неплохо. Вообще неплохо. Это, конечно, не топ пушка, но достойно. Да. Что у нас получилось? 17 фрагов, 10 кончетов дней. И у вас он 2.8 сыграли, да и меткость годную показали. Можно сказать, MVP матча. Но, правда, со всратой стороны. Да. Так или иначе, леди джентльмены, другие подруги. Если данное видео вам понравилось, кстати, хочу записать видео с текущей метой. Например, с СМГ инженера. Как вам такая идея? Мета киберспорта, конечно. Взять мету киберспорта и попробовать ее на пабликах или на рейтингах. По-моему, неплохо. Если идея вам понравилась, напишите. Если не понравилась, тоже напишите. Ну почему бы и нет? Ставьте лайки, пожелание, как хотите. Яйки чешите. Это обязательно, без этого просто, друзья, никуда. Вступайте в нашу армию. Нагибайте всех. Увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!